Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в группу названием Fleshing Lights. И сегодня мы с вами протестируем мультиплеер. Я зашел на американский какой-то сервер, очень здесь пингует, но это единственная серва, где вообще есть игроки. Как вы видите, я выбрал полицию, и сейчас мой напарник, по-моему, гоняется за какой-то женщиной. Тут же скорая подоспела, посмотрите, все работает идеально, друзья. А кто-то еще бегал. Какой-то темнокожий длинноволосый молодой человек его вяжет. Наш напарник... Ну, он не совсем наш напарник, это человек, который тоже играет за полицию. Здесь нас двое. Вон еще кто-то гуляет. По-моему, их несколько заспаунилось, друзья. Может быть, из-за того, что полицейских двое. А может быть, это просто бот, потому что трафика никакого нет. А нет, это женщина какая-то. Здравствуйте. Мадам, вы что-нибудь видели? Подождите, стойте. Давайте обучим на всякий случай. Может быть, это соучастника удостоверения личности. Ладно, давайте мадам отпустим. Почему у меня теперь капот открыт? Это тот чувак открыл, наверное. Не знаю, может быть, он может взаимодействовать тоже и с другими полицейскими автомобилями, а не только со своим. Сейчас он уехал, повязал преступника, но круг до сих пор, как вы видите, отображается на миникарте. Видимо, будет наборожаться до тех пор, пока вызов не закончится. Вызовы тут для всех, если что. Вот поступил вызов, и вот тот человек успел его принять впервые меня. И поэтому он, собственно, и совершил задержание. Сейчас он, наверное, направляется к полицейскому участку. Или что он делает? Он где-то проканулся среди домов и просто отдыхает, тут и чурит. Давайте посмотрим, понаблюдаем немножко. Посмотрим, как здесь все работает. Не знаю, чем он сейчас занимается, но он точно повязал. Этого мужика с длинными волосами. Да, он действительно тут просто крутится, катается. Ладно, давайте, наверное, аккуратно следовать полицейский участок. Да, тракт, как вы видите, никакого абсолютно нет. Люди иногда прогуливаются. Вот вторую женщину мы только что с вами видели. Заворачиваем и будем приезжать к полицейскому участку. Пока что никаких вызовов нет, но это, скорее всего, потому что предыдущий вызов не завершен. Сейчас этот чувак подъедет к участку, зарегистрирует подозреваемого. И, наверное, поступит новый вызов. Еще на серваке, как вы видите, работает пожарка, друзья, пожарная служба. Не знаю, чем занимаются сейчас пожарные. И все похоже на строя. Было пятеро, если что. Видимо, несколько человек уже покинули игру. Я даже и не заметил. Паркуемся и ожидаем следующего вызова. Вот уже офицер тоже подоспел в полицейскому участку. Кто-то присоединился. И почему-то он сидит в машине до сих пор. Давайте прогуляемся. Вот он вылез. Как только я вылез, и он вылез. Посмотрим, что тут с синхронизацией. Не, на самом деле нормальный пинг. Я ожидал худшего. Просто когда я зашел на сервак, там машина медицинской помощи, скорой помощи просто... Вот так вот сделала приблизительно. Да, все-таки аэросинхронщики есть, друзья. Может быть, это из-за пинга. Похоже, здесь давно была припаркована пожарка, но она у меня появилась только сейчас. Может быть, офицер... Что происходит? Погодите. Что здесь за был пожарный? Зачем он зашел в полицейский участок? Странно, что-то здесь творится. Офицер куда-то пропал. А, вот он стоит. До сих пор регистрирует, видимо. Есть также российские сервера, но там ни одного человека нет. Так что, ну, в одиночку я уже поиграл. О, кто-то зашел. Еще один полицейский. Пытается выехать сотрудник пожарной службы. Немножко заехал в стену, но, скорее всего, он уже где-то на дороге. Просто это очередной аэросинхрон. Потому что тачка вот появилась, а игрока нет. Ну, где-то здесь что происходит? Может быть, из-за аэросинхрона у меня открылся капот. Так, ну ладно, давайте просто ожидать вызов. Припаркуемся получше. А, погодите, это тачка того чувака. Почему она здесь вдруг оказалась? Не знаю, может быть, он перезашел. Или что-то вроде того. Он поехал патрулировать. Улица. Ну ладно, давайте покатаемся все-таки. Не знаю, когда-нибудь этот чувак выйдет. Может быть, это он только у меня застрял. Тот офицер арест, я так понимаю, завершил. Но круг до сих пор остался зеленым. Давайте поедем туда, на всякий случай. Может быть, преступник до сих пор там остался. Кто знает. Может быть, он повязал не того человека. Все-таки иллюзия здесь, как мы выяснили, есть. Так, зеленый. Можно проехать. Подъедем снова сюда. И немного здесь осмотримся. Я предлагаю заехать как можно поближе. Я боюсь, что он меня забаговал, и теперь я даже не буду увидеть новых заданий. А с другой стороны, мы можем просто кататься за другими офицерами и помогать им. Да, здесь никого все-таки нету. Но зона вот эта вот зеленая до сих пор не исчезает. Много багов в этой игре, но разработчики активно трудятся. Вот недавно был патч. Добавили каких-то NPC в мультиплеер. Также добавили новые задания для полицейского. Так что работа идет. Работа идет, и это главное. Если разработчики не будут забрасывать игру, или разработчики, я не знаю, может быть, всего лишь один трудится в поте лица над игрой, то, я думаю, может что-то и толковое получиться в итоге из этой игры. Давайте последим пока что за нашими. Сколько человек? Четыре человека. Четыре человека на сервере. Двое полицейских. Считай меня. Второй коп где-то возле больнички ошибается. Возле госпиталя. Ой-ой-ой, там пожар, что ли? Давайте врубим мигалки. Полиция тоже иногда нужна в таких ситуациях. Может быть, это поджог. Смотрите, как много здесь людей. Две пожарки, полицейская машина. Так, лучше здесь не парковаться, на самом деле. Я так понимаю, возгорание уже предотвратили. Огонь потушили. Отличная работа. Нашей пожарной службы. Так, нахрен я поворот не включил? И все потихонечку разъезжаются. Хотя, тот чувак не выключил до сих пор мигалки. Ё-моё, что происходит? Здесь-таки разворот был только что на ваших глазах. Ну и вот такая вот концепция. На данный момент в мультиплеере, то есть за гражданского, вы поиграть не сможете. Чуть не задавил, блин. Сотрудник пожарной службы. Не знаю, что он вышел. Правда, посреди дороги, посреди, причем, пешеходного перехода. О, очередные толстые алкаши. Обычно они всегда в зоне действий. Они и преступники, и потерпевшие. Именно эти алкаши в майках алкашки. Так, что-то ребята встали. Но это, видимо, рассинхрон или нет? Они потихонечку передвигаются. Могу багажник открыть. Чувак решил заехать в участок прямо на машине. Да, посмотрите, я залез на заднее сидение. И действительно можно кататься. И быть напарниками, кататься на одном автомобиле, выполнять вместе задание. Приглашает водитель еще и пожарного. И с включенными мигалками мы куда-то отправляемся. Видимо, веселиться, друзья. Жалко, здесь бара нет. После рабочее время, друзья. Небольшое дерби. Что происходит вообще? Пожарка одна взлетела. Тут, точнее, этот чувак пожарный успел как-то выпрыгнуть из машины. Вышел водитель. Интересно, я могу его тачку задействовать, кстати? Нет. А вот его тачку задействовать я не могу. Ну, точнее, стать водителем. Он, по-моему, шмалял в шокером. В пожарного. Так, а как достать шокера? Я уже забыл. Вот, я достал. Давайте тоже перепроверим. Ни хрена, естественно, не работает. Ааа! Я жив. Хвала богам. Это просто чудо на ваших глазах. Да, ну вот чем занимаются, друзья. Друзья, работники различных служб, когда нет работы. Они очень скучают. Давайте попробуем... Блин, сейчас мне пешком придется возвращаться. Потому что этот чувак за руль, мне кажется, вообще теперь не сядет никогда в жизни. Так что давайте шмальнем вот в этого бомжа шокером. Сейчас вернемся в полицейский участок. И попробуем... И попробуем поменять роль, поменять специальность. Может быть, тогда задание появится. Но это явно... Явно недоработка игры. Одно задание было, и теперь оно, видимо, забаговалось. Чувак уже здесь. Он как-то рестнулся. Не знаю, друзья. Он сигналит. Хочется, чтобы мы закончили нашу тусовку. Но я, пожалуй, сейчас выберу работника медицинской службы. Может быть, у него вообще имеется задание. Так, вот здесь вот смена роли. Прямо не выходя с сервера, можно выбрать другую роль. О, смотрите. Замечательный молодой человек. Но мы, пожалуй, вот этого покрупнее. Это явно хирург какой-то. Итак, мы единственный медик теперь. И сразу же вызов. Водитель застрял в автомобиле. Принимаю вызов. И погнали. Сейчас, может, чувак залезет ко мне в тачку, и мы вместе поедем на вызов. Вот у нас зеленая точка появилась. Он открыл дверь, и он в раздумьях. Тут же подъезжает полиция, друзья. Все службы идеально работают. Что, ребят, мы едем или нет? Заведу тачку. Может быть, он не может запрыгнуть. А, он запрыгнул, но, видимо... Да, видимо, опять рассинхрон. Все, отправляемся на вызов. Врубаем... Нет, не поворотник. Врубаем мигалки. Можно и сирену. Почему бы и нет. И всей пачкой мы едем, друзья, на место аварии. Так, я точно правильно еду? Да, просто нам попрямо... Не дрифт вас здесь, к счастью. Меня просто сопровождает полиция. Две полицейские уже, кстати, тачки. Видимо, кто-то перешел за полицией. Так, нам теперь здесь направо. У них тоже, кстати, мигалки включены. Там грузовик, по-моему, какой-то... А, это пожарная служба уже на месте? Это ботов. Это пожарка ботов, судя по всему. И полицейский автомобиль тоже ботов. Так, мы вылезаем, друзья, и оказываем первую медицинскую помощь. Для начала... Мы, наверное, возьмем сумку и осмотрим пострадавшего. Интересно, они могут без меня все это сделать? Куда он делся? А, вот он. Осматриваем. Ну, посмотрите, пожарные тоже что-то смотрят, что-то рассматривают. Может быть, он то же самое может сделать без меня. Вытаскиваем носилки. Ну, смотрите, он чемоданчик тоже сумел достать из моей машины, причем. Медицинский. Так, а носилки можно, пожалуйста? Что-то носилки теперь не выдвигаются. Я вообще взаимодействовать на самом деле не могу. О! Это исправил. Носилки. Носилки достал. И аккуратно здесь развернуться. Так, мужик, не мешай. Что там вообще происходит? Два устахших копа решили устроить драку или что это такое? Так, ребята, пожалуйста, дайте мне пролезть. Для того, чтобы забрать нашего пациента. Не знаю, что происходит, друзья. До сих пор у меня задание использовать сумку врача. А, видимо, сейчас время работы для пожарной службы. Да, вот они отпилили дверь до конца. Но теперь-то можно его поместить? На каталку. Ещё одна сумка. Кто-то сигналит. Невероятная сплочённость. Все пытаются как-то помочь одному человеку, посмотрите, сколько служб и медики здесь, и пожарная служба, и также полиция. Как его засунуть на носилки? Почему он не засовывается? Видимо, не до конца его осмотрели, или что происходит вообще? Видимо, пожарные закончили свою работу, раз они уезжают вообще отсюда. До сих пор меня просят досмотреть. Сумку я эту подобрать не могу, ладно? Побежал я за новой сумкой. Так, тихо, мужик, не задави меня. Вещи, сумка врача. Видимо, придётся заново сделать осмотр. Перекрыли вообще всю дорогу, блин. Так, ну этого чувака задержали, кстати. Было бы классно, если бы преступник ещё при этом убегал. И у полиции, чтобы было задание хоть какое-то. Да, всё осмотрено. По идее, мы должны в каталку, на каталку его засовывать. Но чё-то мой персонаж на носилке никак его не затаскивает. Наконец-то у меня получилось, друзья. Я просто въехал в дверь вместе с этими носилками. И сейчас мы будем госпитализировать пострадавшего, если я как-то смогу выехать теперь. Хорошо. Замечательно, всё, можем уже отправляться обратно. В больнице, в госпиталь. Я надеюсь, сейчас в машину-то у меня без проблем получится его затащить. Спасибо этому чуваку, который остался мне помогать. Да, всё, замечательно. Залезаем в тачку. Так, а могу я как-нибудь сместиться потом на водительское место? Работник пожарной службы не захотел ехать на своём служебном грузовике. Так что я его подброшу. Вот он сидит. У него тяжёлый рабочий день. Он не хочет ночью и пьяный, поэтому не хочет за руль, видимо, садиться. Ну-ка, здесь мы пролетим. Оп. Нормас. Даже несмотря на то, что игра пустая практически полностью, мало здесь контента, всё равно было достаточно забавно, когда мы всей гурьбой разбирались с этим пострадавшим. Точнее, вообще с вызовом в целом. Так, мне бы вытащить носилки и госпитализировать уже пациента. У него явно, посмотрите, множественные переломы ног. Возможно, сломаны рёбра. Ему срочно нужно в больничку. Всё, готов, друзья. В мультиплеере мы выполнили хоть какое-то задание. Это достижение уже для меня. Пострадавший отправлен в госпиталь на лечение. Я думаю, с ним будет всё хорошо. Понравилось мне больше всего то, что миссии, задания здесь синхронизированы. Похоже, этого я не ожидал. Я думал, задание только будет для меня, когда идёт вызов скорой помощи, что я один буду действовать. Ну или с другими игроками, которые выбрали ту же фракцию, ту же скорую помощь. Но оказалось, здесь всё синхронизировано. И, как вы видели, работала также и пожарная служба. И, видимо, полицию туда тоже отправили, а они не просто за мной ехали. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok